Ну вот, демоны уже прилетели Поколение шмотки уже равно максимальное 34 И давайте смотреть Атлас Вторжения Что-то я вот не пойму, он получается сделан в виде башки демона, что ли? Вот здесь какое-то левое ухо, правое ухо Потом получается вот эта вершинка акустика, это глаз, это вершинка ревенанта Следующий глаз, ну да, наверное, возможно это так и есть Я уже начал качать Атлас в правую сторону И в этом Атласе прям один имба точно будет в этот раз И этот имба уже был в предыдущих Атласах Вторжения И у него прям точно такая же вершинка была, я точно помню Так, ну что тут, первая вершинка вот на хранителя света называется Просветление Искра Гнева не тратит энергию при применении, но теперь у нее есть время восстановления При нанесении урона имеет 20% шанс наложить на хранителя эффект просветления, который действует 20 секунд Этот эффект дополнительно увеличит на 30% урон тем, кого коснулась следующая цепная благодать Работает в группе на 5 человек В Торжениях и на полигоне Игнар Я сейчас попытался представить вот это вот, как это все работает И мой мозг немного вскипел Наверное, это потому, что я в последнее время хранителем света, классом этим вообще не играю И мне что-то трудновато представить Ну, наверное, обычная стандартная вершинка на саппортская стандартная вершинка Едем дальше Тут ничего интересного Следующая вершинка на Мастера Теней называется Поиск Уязвимостей Тут, как я понял, тоже ничего особенно интересного Стальная Звезда накладывает на цель эффект Уязвимость Который увеличивает урон от удара в спину в 2 раза Удар в спину ослабляет цель, заставляет ее получать на 30% урона больше в течение 12 секунд Так, какое-то вот странное ответвление влево Вот тут еще вершинка на... называется Боевая Инженерия Парализующий дротик и банка с кислотой Добавительно накладывают эффект, заставляющий цель получать на 30% больше урона от вас В течение 10 секунд Ну так Небольшой бонус Правда, этими дротиками никогда не пользуюсь И вот тут у нас первое средоточие превосходства Еще тут рядом вот есть вершинка Величественная тень, но это она относится к верху Не знаю, зачем они так протянули А, ну, наверное, типа, чтобы глаза демона показать На ревенанта Если мрачная тень нанесет урон, то ревенант получит усиленную способность сокрушения, которая будет мгновенной Не потратит энергию и нанесет вдвое больше урона, а также увеличит урон по задетым целям на 25% Время восстановления мрачной тени увеличивается до 30 секунд Стандартно мрачная тень восстанавливается за 15 секунд Получается, что они увеличивают время восстановления в два раза Да Так, ну и вот, моя любимая, мы уже почти подошли Вот он Я думаю, что вот эта вот вершинка будет имбовой Это на класс паладин Описание, тут по самому описанию вроде все понятно Урон паладина, находящегося в области действия Святой Земли, увеличен на 500% Если паладин будет единственным в группе, работает в группе вторжениях и на полигоне Игнар Да, такая вершинка уже точно, помню, была Наверное, если кто играл в предыдущих вторжениях, то тоже помнит, что напала такая вершинка точно уже была И она, кстати, вот эта вот вершинка Она будет полностью раскрывать паладина как ДДшника, если у вас есть донатная пушка Пушка называется Плач и Скорбь, Темный Защитник Она, короче, там заменяет ваши комбо-удары и радиус Святой Земли плюс становится увеличенный Еще враги на ней там замедляются Ну, примерно это будет работать вот так Просто прожимаешь Святую Землю У ней откат там 40 секунд И начинаешь там упасить Идем дальше Ничего интересного Так, ну, Ревенанты уже смотрели Вот, ну вот опять тут Кто бы мог подумать, что На наемник опять будет вершинка И она Какая-то Да Вот ее называется С Небес на Землю Пораженные приземлением цели будут получать на 30% больше урона от участников группы И на 60% больше урона от наемника в течение 20 секунд То есть это, как я понял Наемник после того, как он в своей ульте там все отстреляет Он приземлится и после этого Цель будет получать на 30% больше урона группы И на 60% от самого наемника на 20 секунд Ну, не знаю Такая какая-то Конечно, не имбовая Не имбовая вершинка Ну, такая какая-то Не очень Дальше О, вот еще Вот эта вершинка тоже мне нравится На Некроманта Называется Слуги Смерти Проклятые падальщики наносят в 2 раза больше урона И существуют в 2 раза дольше Цель, получившая урон от падальщика Наносится на 30% больше урона от группы в течение 10 секунд И тут, наверное, я думаю, что вот эта вершинка лучше всего будет работать с оружием под названием Марана Ритуал Жатвы Хотя, возможно, с другими пушками он тоже будет нормально работать, этот символ Точнее, вершинка Кстати, я забыл сказать Вот эта вот У Некра тут вершинка работает в отряде искажения и на аватаре А у наемника Тоже отряд искажения и аватар Да, и пропало, я тоже забыл сказать Паладин работает в группе Игнари Некроманта глянули Идем дальше Так, богатырь Гневное сияние Вспышка гнева дополнительно вылечивает урон всех участников группы на 40% на 20 секунд Ну, такая тоже стандартная вершинка Ничего особенного Кстати Вот это надо будет вниз опустить сейчас Так, мы тут вниз опустились И здесь у нас вершинка на музыканта Ну, или акустика Называется Шумовое безумие Нота агония и нота боли Сыгранные в такт эквалайзера Накладывают на цель эффект шумового безумия Который суммируется до 10 раз Если враг находится одновременно Под эффектом шумового безумия И негативным эффектом любого ритма Он будет получать на 30% больше урона От участников группы за каждый уровень безумия То есть максимально Можно будет он Этот 30% максимально может быть увеличить Ну, тоже такая стандартная вершинка Ничего особенного Еще одно средоточие превосходства На класс ведьмы Вот еще вершинка Называется Беззащитные марионетки Монстры под эффектами замедления очарования или страха Наложенные на ведьмы И получают на 60% больше урона от самой ведьмы И на 30% больше урона от ее союзников Тоже такая стандартная вершинка Вот это вот я что-то немного не понял Вершину на Криоманта О, вот еще вершина называется руна ветерана Уменьшает входящий А, это стандартная Что-то я тупанул Ледяная бомба Будучи единственным в отряде Криомант Получает усиление способности Буран Усиленный Буран раз в 5 секунд Докладывает на случайного врага радиусе действия Эффект ледяная бомба Попадание по такому врагу ледяным снарядом Активирует эффект Он взорвется и нанесет большой урон цели И ближайшим ее союзникам А если, например, я соберу кучу мобов Там, например, что 15-20 И там на каком-то из них появится вот этот вот Эффект ледяная бомба Как я его буду искать? Вот это вот я немного не понял Работает это все в группе Приключения Гнар и вторжениях на 5 человек Че, я опять забыл сказать У ведьмы, где все работает У ведьмы тоже работают в группе На полигоне Игнар и на сторжениях Еще вот какое-то ответвление Вершинка Значительное усиление Увеличивает урон божественного оружия на 50% Трофейного на 100% А, но это стандартно И еще одно Средоточиваю Приватсходство Четвертое Вершинка Смертельная волна Урон от символа волна увеличен в 5 раз В течение 10 секунд урон по замедленным Волной Целям увеличен на 30% Ну такая тоже Неплохая вершинка Там Волна эта Берется в символах Там, короче, когда в умениях Класса Вот еще Вторая вершинка Это, получается, уже будет второй ранг Вершинки Боевая инженерия Про дротик и банку Я уже с кислотой Эту вершинку я уже читал Все, короче, вот Весь атлас я Прошел Ну что Атлас вроде прикольный Нормальный Мне вот понравился Вершинка понравилась На паладина Я вот уже начал Какого прокачивать уже Сколько тут Раз, два Раз, два, три Уже три вершинки прокачал Получается Где он тут Буду себе Брать на паладина Это точно по-любому Ну и потом Пойду вот так вот вверх И До некроманта Ну а потом, не знаю Потом уже буду По ситуации смотреть Куда там ничего прокачивать Здесь вот в этот раз Неудобно расположены Средоточить превосходство Видите Одна Получается Вот в левом ухе Демона Вторая В правом ухе Демона Где тут Третья Внутри уха Демона И четвертая Тоже Внутри уха Демона Считаем В мозгах Демона Хотя Они тут Расположены Ну да Они тут Поблизости Но все равно Придется вот так вот Делать Крюк Чтобы потом И не факт Что Сумею Их все Закрыть Ну вот Такой вот Атлас Получился Атлас Вторжения Демонов Получается Уже какое там Тридцать четвертое Поколение Вторжения Если видео было вам полезно Ставьте пальцы вверх И всем пока